Субтитры делал DimaTorzok Погрел, но упираются у меня пальцы, вот прям упираются, я катаюсь, все время их, знаете, как дети поджимают Вот все, что мне говорили, один в один Вот здесь, вот здесь твоя, подумай, подумай, потом сделай Ноги очень болят, тяжело двигаться Очень интересно, мы когда формовали, заметили эту историю на двух ботинках То есть такого раньше я не видел Ощущение то, что на родных стаканах точка опоры немножко другая Спасмены, всем здрасте Предыдущий выпуск у нас, к сожалению, пропал звук Поэтому Павла, тренера, мы немножко еще дернем Он дорасскажет про коньки А я с вами сегодня поделюсь своим опытом катания на V76 Cockpit коньках Есть что рассказать А также Глеб Хоккей из Высока, канал у него Тоже на них, оказывается, катался какое-то время Тоже дернем его пару слов, ему тоже есть что сказать Поэтому сегодня посвятим опять конькам Опять каким-то моментам В общем, все чуть-чуть позже Был бы такой гель, намазал и забил Гели Тавгай сделаны своими для своих Знаешь, я пересчитал на самом деле свои льды Я погорячился Нет, у меня льда чуть-чуть поменьше У меня есть один день, все-таки выходной И от хоккея Вот, соответственно, получается, что Все остальные льда считаются по три То есть где-то в среднем 18 льдов, получается, у меня в неделю есть Сколько ты тренируешь команд? У меня, получается, вот три любительских коллектива В каждом по две команды Вот И детская Ну и детская команда Вот ты отформовал второй раз Как ощущения спустя неделю? На самом деле ощущения стали получше Мне, правда, еще, я говорю, ребята предлагали сделать какую-то внутреннюю Ну, по-другому, по-внутреннему перешнуровать их Обратную шнуровку, вот Даже без обратной шнуровки стало реально лучше Посмотрим, конечно, как оно будет Но действительно как-то то ли пятка ушла назад То ли нога меньше стала Но, во всяком случае, ощущений таких болевых нету Поэтому Поэтому будем надеяться, что коньки менять точно не придется Вот В принципе, я говорю, не знаю А краснота у тебя ушла с му? Скорее, да Скорее, да Не знаю, с чем это связано Я говорю, что прям стало лучше Вот Поэтому Посмотрим В конце концов, я говорю Свои предыдущие коньки 2S Pro Мне пришлось перегревать Правда, до этого у меня был CCM Это ультра такс Вот И Или супер такс Соответственно, получается, что после них я перегревал вапора Больно-то показать, что они жесткими По-моему, 3 раза Я тебе перегрев всего лишь 2 раза Но вообще они изначально, так понятное дело, они сели здорово Я говорю, вот движение только стало натирать Какая у тебя заточка? Какая-то канавка, вот такая Не, у меня просто классическая стандартная 20-я заточка Пробовал более мелкий желоб Там 22-й, 25-й Но его ненадолго хватает Даже ехать просто тренировать Соответственно, получается, что 20-ки хватает На 20-ке, в принципе, бежишь нормально Вот С высока, многие знают? Многие не знают А многие не знают, но узнают Итак, у тебя были кокпиты? Есть Есть На каких стойках? На родных стойках Ярославских Так же, в такой же комплектации абсолютно Ну и были энцелады Так же и на родных стойках, и на неродных стойках Сейчас, подожди Я подведу итог Расскажи, сколько ты на них откатал? Ну, наверное, льдов 10 Плюс-минус там 2 льда Где-то так И вот теперь по ощущениям? Ну вот по ощущениям Без предвзятости могу сказать То, что устойчивости боковой нет То есть, ни на виражах, ни на улитках, ни на торможениях У меня как будто бы в угол поворота валить начинает У меня по сравнению там с привычными коньками Заметно ноги устают Соответственно, я выхожу после льда Я снимаю, и я такой О да Пошел там в душу Что ты с ними сделал? Я поставил другие стаканы Вот Это я еще по инцеладам заметил Вот в кокпитах, мне кажется, это прям так явно Поставил другие стаканы Не буду говорить какие Кто знает, тот знает Вот И эффект этот пропал Ощущение то, что на родных стаканах Точка опоры немножко другая Как будто бы у них в центр тяжести гуляет И ботинок и сам по себе не самый жесткий И в зависимости, опять же, от стойки Которая там стоит Тоже эффект Как будто бы ты проваливаешься в центр поворота Это было что на инцеладах Это есть на кокпитах В разной степени Но вот сменой стакана Я, в принципе, это дело устранил Все Тебе спасибо Вам спасибо Побывал у звезд на канале Ну, е-мое Ну, это он себе притягивает Итак, спортсмены Размер у меня 43,5 Вот написано, да Может быть, подснимешь Видно же Fit S До этого у меня всегда был Даже на инцеладах 44 Но в этот раз Меня ребята попросили прислать Размер стопы Я замерил Отправил Прислали 43,5 Погрел Ну, упирается у меня пальцы Вот прям упираются Я катаюсь Все время их, знаете, как дети Поджимают Вот такой эффект у меня Вот, поэтому не берите По стопе 100% Берите с небольшим запасом Это совет вам первый Вам дают вот отсюда Где-то еще что-то сделать А здесь уже вы втыкаетесь В игроков С размером Аккуратней То есть Замерил То я замерил Длину стопы Отправил Ну и вот получилось Сделали по моей стопе Они впритык Ни в коем случае не надо Дискомфорт ужасный Неудобно Ну И теперь, что касается Самих коньков Первый лед Я редко, когда что-то говорил Потому что Надо покататься Я в любом случае еще покатаюсь Но Вот все, что мне говорили Один в один Я никогда никого не слушаю Я говорю, вот я проверю На себе Что-то скажу За час У меня ноги устали так Что я уже честно хотел Просто сесть Снять их И все что угодно И шевелю ногами И так, и так Ужасно устали ноги Просто ужасно Ну ладно Может быть надо покрыгнуть Я это Первый лед Первое ощущение Я неустойчив Меня колбасит Влево-вправо Если закладываешь улитку Ты ноги должен Так напрягать Чтоб тебя удерживало Что просто Но Это Все Мы пришли к выводу Я уже позвонил Двоим ребятам У которых сейчас Это все стойка То есть Стойка фабрики Она видимо У нее как-то нарушен Я не знаю Там баланс Или как Ну в общем При любом Вираже Улитки Ты неустойчив Тебя вот болтает При моем сегодняшнем весе 93,5 Полкилограмма Я На дне рождения наел На дне рождения Я не за что наел Я поднаел Но не об этом сейчас Вот В общем Очень неустойчив И я катаюсь Напряжением В принципе Что мне ребята и говорили Кто вот нам приносил Нареализацию продавать Говорит Ну вот Месяц помучились Но не можем Ну страшно И вот у меня В конце Да Честно Начинается такая Тоже немножко паника К борту ходишь Думаешь Не-не-не-не Приторможу Вот Ну как есть Как есть Да Это первый лед Да Надо подпривыкнуть Но на кокпитах Ой Извиняюсь На инцеладах У меня такого не было Хотя там тоже Они мне прислали на их стойке Там было все хорошо По ботинку Пока не прилетало Сейчас у нас будет игровая Я думаю Что-нибудь залетит По-любому Тут есть ребята Которые могут попасть По формовке Все хорошо Сели Очень интересно У них была Вот здесь Сильная выемка Прям сильная Разогрели И она Пропала Обтекла полностью Очень интересно Мы когда формовали Заметили эту историю На двух ботинках То есть Такого раньше я не видел Вот Так удобно Вот если бы не были маленькие Было бы вообще хорошо Ну и с этой стойкой Ну и с этой стойкой Попасть в выпуск А покажи что такое улитка Улитка Вираж Мне приходится опираться на крючку Чтоб не падать Ну смех смехом Но на скорости Это Прям так Знаете Колбасить Зеленосок Выворачиваются Ну как бы Вот Вот Бля Тяжело Набираешь скорость У тебя конец не держит Отечественного производителя А не хай Директор Компании КВС Строительная компания Надо просто кататься В том Чем удобно Он у него багажный Крик Надо на кресте Я тебе говорю Будь короткий Надо кольку Пиши Пиши Смотри У него виниру как будто Конечно Ты чё Он принимает ванну По субботам С утра съедим Шампански Это пиздец У меня видео кстати есть По отечественному Принвоти Так почему ты не пиздец На какой машине Ты сюда приехал На отечественной На отечественной Лан-приор А что тебе хочу сказать Друг мой Ну во первых Я считаю что Возможно Ты просто засланный Казачок И тебе не нравятся Русские товары Ты их хайф Во вторых Купи нормальный футбол Оденься Напиши В России Я тебя люблю Ну будь человеком Ты же играешь в команде Ты папа сегодня Почему он сестер Игрался с утра Игрался с утра Устал да Все ладно Так и запишем Сейчас Эбгар будет видеть коньки Это неправда Это не коньки Это все опыт И отсутствие мастерства Серегин автопром Спортсмены Вот хорошо Это попало на видео Ну и что Чуть заложил улитку Веса Все пи*** Как блядь Блин, Сережа Возьму Мерседес Это подороже А как он разговаривает Я не знаю Со спортсменами Матом В эфир Матом В эфир Это вообще Нам кажется Что Вообще Диалог Диалог Со своими зрителями Я бы назвал это даже Монологом В нецензурной манере Это неуважение Да С другой стороны От что он взялся На котик или алкоголь Возможно И то и другое Коллеги Надо сделать ему анализ Надо в следующий раз Повторно проверить Эти коньки Вот Кещен шел И все Она сразу же выгибается Понимаешь Ты идешь В центре Виража Где ты ногу опрокидываешь Это тоже И позже Он вообще ботинок не держит Просто Ну реально страшно Все таки Мы рассчитывали Больше Знаешь На какие-то Пироги с красной рыбой Но Ты сэкономишь Ты взял пицца Ну ничего Это не пицца А что это? Пироги Пироги? Да Все вопрос нет Эстонский? Че есть вопрос Ну ты знаешь Я вечером не ем Поэтому Будь здоров Благодарю Пиво кстати ну легко Само собой А что вы не кричите Все С днем Рожде Молоди нету Кричать некому Степка только Есть Давай Давай Только это не очень Патриотично Как будет это быть Все Все Дарья Большой выбор Новой ИБУ Хоккейной формы В магазине Хоккейка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok